Я на кафу, а ты я на кафу. Всем доброе утро. У нас на улице был ночью дождь, мне нужно найти зонт. Он должен быть где-то у нас под кроватью, где сейчас 5 этажа в детской комнате. Я надеюсь, что он там. Розовый мой зонт. Люша у нас сейчас собирается к Саба и Сафта. Она у нас кушает йогурт с черносливом, с бананом, с печеньем, который я сделала еще вчера. У нас там бедный задрыпанный один банан остался на столешнице, там лежит. Он уже весь черный. Я себе заварила кофе, вот там позади меня оно стоит. Последние пару дней мне что-то не доставляет уже удовольствие. Мое кофе совсем, я присытилась им, хотя меня это удивляет. Но с другой стороны, нет. Я вообще чувствую, что как будто бы мой гормональный фон немножко утихомелился. Сейчас посмотрим. У нас на сегодня еще дождь обещали. Вчера я раскладывала вот это замечательное одеялко здесь. И положила туда маленького, положила. Люша туда села, легла. Так, на данный момент дождя не вижу. Воздух свежий. Поставим окошко открытым. Я хотела ждать до возраста пяти месяцев у малыша, чтобы класть его на пол. Моя свекровь, она постоянно мне говорит о том, что стоит это делать уже сейчас. И вчера я решила рискнуть, попробовать. Мне было совершенно нечего делать с малышами. Я попробовала. И мне очень понравился результат. Михаил был очень счастлив оказаться еще ближе к Люше. Он просто начал там лепетать что-то на своем языке, очень громко визжать, дрыгаться. Я его положила таким образом, он повернул свой корпус весь вот таким образом к нам полностью в правую сторону, чтобы видеть меня и Люшу. Люша тоже в свою очередь была очень рада, что Михаил оказался на полу. Первое, это то, что он наконец-то не на руках у мамы. И второе, он оказался на ее территории. Здесь, внизу, там где все ее игрушки, на ковре, на полу. Она проявила к нему настоящий интерес впервые вчера. Я видела это в ее взгляде, она была очень рада. Ого! Сегодня вечером после свекров мы хотим поехать с Сашером, ну и с малышами, с нашими, в больницу, в поликлинику точнее. У нас у Люшеньки уже долгое время держится температура невысокая, полтора где-то месяца уже, по подсчетам Ашера. По моим подсчетам, ну где-то около того. Очень странно, с утра она просыпается с небольшой температурой, никаких симптомов вообще нет. Мы уже были, по-моему, дважды у нашего педиатра, дважды у уха горла носа, у двух разных врачей. Никто ничего не видит, никто ничего сказать толком не может. Все нормально у ребенка. В общем, нам нужно, чтобы нас отослали на проверку крови. У Ли прекрасный аппетит, тьфу-тьфу-тьфу, она кушает хорошо. Может быть, ты улыбаешься? Ну да. Дезодорант не слушается Ашера. Я хочу на Люшу сегодня одеть сама сандалии. Вот такие красивые. Оденем? Доброе утро всем от Михаэля. У нас случилось сейчас утро непоправимое. В кавычках. Мы сейчас пойдем менять кровать. Вот ничего. Со всеми бывает. Все, кто маленький, со всеми такое происходит иногда, да? У меня сегодня ногти. Причем последние ногти будут у меня. Объясню потом, почему. Смотря на остальных малышей, мне что-то так резко захотелось переселить Михаэля из люльки в прогулку. А потом я подумала, да нет же, он так быстро растет. Я не хочу, чтобы он был в прогулке. Я хочу, чтобы он еще в люлечке лежал. И был маленькой лялечкой моей. Лялечка мне не бывает только один раз. И я хочу наслаждаться этим моментом подольше. Первый раз вот так игрушку он берет. Я ему дала. И он ее хватает и тянет в ротик. Боже мой. И не верится. И радостно, и боязно. Потому что нужен глаз да глаз, чтобы он в ротик ничего себе не затащил. Мне так это непривычно. Я избалованная мама, у которой первая дочка никогда ничего в ротик себе не пыталась засунуть. Люша у нас наоборот очень брезгливый, очень чувствительный ребенок. Опа, сесть пытается. Нет, Займка, ты еще маленький сидеть, Михайлушка. Ты еще маленький сидеть. Ну как он. Прискочает свой маленький. А, там игрушки ты свои убедешь, что ли? Пойдешь в Сальфоль посидеть с игрушечками? Пойдешь? Давай, мама тебя поводит. Давай. В Сальфоль Михайль пойдет? Я уже погладила. Разбираю сейчас здесь одежду все. Обувь, одежду. Все, что не надо, я выбрасываю. Что надо, я откладываю. Господи, на зиму Миши. Здесь на вырос для Алюши. Мы только что искупались. Делали на заказ, помню. Еще совсем Михайл у меня был в животике крошечный-крошечный. И я делала заранее. У нас еще есть классный грызунок. Он из Бука. Он офигенно пахнет. Но я его дам Михайлю попозже, когда он подрастет. Сейчас он еще только-только начинает. Неосознанно вообще хватает все. Все подряд. Меня щипает, как крабик. Хочу в последний раз посетить мастера моего по ногтям. В последний раз на ближайшие, наверное, месяцы три. Потому что мой Михайль растет. И он уже не позволит мне просто сидеть там полтора часа. Отдыхать, делать себе ногти, делать себе дизайн. Я села кушать. Здесь у меня есть овощи. И, конечно же, лапшичка. Так что всем приятного аппетита. Мы уже уезжаем. Я без маникюра. Точнее, с маникюром, но без дизайна. Все, поеду домой. Пойду, точнее, пешком сейчас домой. Чуть вовремя мы с Михайлем оказались дома. По-моему, на улице начинается настоящий дождь. Да, слышно, что дождь. В общем, что Оля могла еще взять в русском магазине? Конечно же, что-нибудь пожрать вкусное. Леденцы. Я их ни разу не пробовала. Такие. Надеюсь, что они будут вкусные. И то, что я буду точить прямо сейчас. Зефирки. Пару дней назад мне безумно захотелось зефира. Я у кого-то прочла. По-моему, на форуме сидела для мамы. Кто-то там про зефир написал. И все. Чайку, что ли, сделать? Поставили мы здесь друзей для Михаэля. Да? Давай включим люли. Время у нас сейчас 7.22. Мне Аша сейчас позвонил. Сказал, что у Льюши в минуту поднялась высокая температура. 39,6. Поэтому он сейчас мчится с ней домой. Мы сейчас с Михалем побежим вниз. Сядем к ней в машину и поедем сразу в Бедгане. Поэтому мы сейчас поедем в больницу. Продолжение следует...